Представляем «Ардокфест-2022» Одной маленькой русской деревни Остров Каспийска-Море Является частью Республики Дагестан Но вот так получилось, что там и осталась русская деревня Еще с советских времен Когда-то это был прекрасный цветущий колхоз рыбаков Там было 3000 человек Сейчас там живет, наверное, человек 50-60 Но это семьи Там есть дети, там есть подростки Этот остров, эта деревня На долгие годы после развала Советского Союза Были попросту забыты Там было отключено электричество И там, по сути, сегодня ничего нет Ни электричества, ни администрации, ни больницы Есть маленькая школа, очень неусловная Люди живут в очень тяжелых условиях Но при этом эти люди удивительные Они вовсе не маргиналы Мы погрузились в их жизнь Мы снимали три года В какой-то момент мы перестали приезжать как кинематографисты Мы сократили нашу съемочную группу до двух человек Мы стали жить среди этих людей Мы с ними жили, с ними ели Мы с ними пили, танцевали Мы все делали вместе Я надеюсь, мы стали очень близкими людьми С нашими героями Мы до сих пор общаемся На острове, что мы видели Не смотри на достаточно плохие условия, как живут люди Они все равно верят в системы, верят в Путина Дальше Потому что человечески нужно что-нибудь верить Мы тогда поняли с Светланой, что на этой острове мы можем как найти метафор Большая Россия, что происходит на самом деле сегодня в России Скорее не в самой России Потому что, конечно, этот остров не может представлять Россию В России есть прекрасные богатые города Есть люди, которые живут замечательно Скорее идеологически Что происходит в сознании людей Которые достепенно становятся изолированы от мировых процессов И остров был действительно прекрасной такой площадкой для изучения этого Для понимания этого И для того, чтобы мы тоже на себе испытали это Потому что единственная связь этого острова с большой землей Это телевизор Они экономят бензин, чтобы вечером завести генератор и включить телевизор И так они узнают о мире И для них интернет не существует практически Потому что связь очень плохая И единственный источник информации Это просто первый канал российской телевидении Надежда, что мы, может быть, ничего особо так Но Россия И тогда дает силы, дает возможности верить Жить дальше Жить дальше Может быть, мы начинали это снимать как российскую историю Но в итоге мы сняли универсальную историю Про то, как мы, каждое сообщество у нас сейчас оказывается на неком острове Со своей информацией С искаженной картиной мира Мы все сейчас на островах Россия закрывается сама в себе И это что я просто увидел, чувствовал и нашел просто на этой острове С одной стороны сделать универсальную историю С другой стороны заинтересовать конкретно личной человеческой историей Историей маленького человека Его страданиями и его поиском Его поиском смысла жизни Его поиском, не знаю, Бога, в конце концов Справедливости И мы поняли, насколько этот человек с небольшим образованием С очень тяжелой судьбой Человек, сидевший в тюрьме Насколько он глубокий, интересный, талантливый человек Дорогие друзья, мы вас приглашаем на премьеру нашего фильма «Остров» На фестивале Art Dog Fest Мы приглашаем вас в это путешествие на далекий таинственный остров Жизнь коммуны, которая там живет Эта жизнь наполнена трудностями, сложностями, эмоциями, адреналином Но мы очень надеемся, что мечты, печали и иллюзии этих людей будут вам понятны и тронут вас Мы вас приглашаем погрузиться в самобытный русский мир, который даже вам, россиянам, редко удается лицезреть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова